если он пойдет на выборы конечно а вы пойдете на очередной срок я имею ввиду я был уверен что я на предыдущий не пойду и перед этим не пойду а сейчас мне уже почти все равно потому что все равно надо идти этот путь на проект уже было все равно очевидно что большая часть этого пути пройдена все-таки да и мной и владимир путину тем более осталось там уже стране с тем что уже было но почти ничего а все-таки для того чтобы картина выглядела законченный но надо этот путь пройти до конца сейчас как-то глупо останавливаться но это тоже зависит и от газеты коммерсант в том числе там на моем месте вы мог бы быть каждый может быть и время от времени бывает каждый на моем месте да когда я по каким-то причинам не могу и я серьезно говорю что конечно от газеты коммерсант много зависит в свое время я уж точно не рвался работать корреспондентом в кремлевском пуле я могу сказать что я интересно же разглядеть людей которые я не очень понимал специфику этой работы во первых не такая уж она легкая между прочим а во-вторых ну слушайте мы до этого с наталья георкян и наталья тимаковой стали писали книжку мы разговаривали это первое долгими зимними ночами светало с владимиром путиным по много часов у меня была совсем другая позиция и менять эту позиции какого позиция позиция наблюдателя за владимиром владимировичем путина скажем это были разговоры всегда за обеденным столом это были споры там я вы я помню например многие же вещи не вошли в книжку технически потому что не имели прямого отношения к теме то есть владимиром владимировичем путин а у нас по крайней мере я помню ну по полчаса по 40 минут уходила на выяснение отношений значит мы требовали чтобы он отпустил журналиста со свободы которого который пропал тогда на войне и на позициях российских войск он он пропал и с утра до вечера новости начинались вообще заканчивались только только этим андрей бобицкий австон а вот и вот и бобицкий да и он он пропал его нигде не было и мы начинали каждый разговор с фразы отпустите бобицкого и меня это превратилось уже из игры и спорта какого-то это превратилось какое-то маниакальное преследование высказал владимирович путин а и меня поражало то что он принял бы условия он ни разу не перебивал ни один наш вопрос и не оставлял без ответа он на каждый дополнительный вопрос подробнейшим образом тщательно отвечал мне казалось что глумился вообще говоря над нами но он подробно отвечал ну и смысл ответов сводился к тому что да не знает он где андрей бобицкий там где он мог его поискать он его поискал там нету вот но в конце концов еще книжка не была написана и даже разговоры еще не закончились а андрея бобицкого отпустили я не думаю честно говоря что наша роль была решающей но я думаю что роль владимир владимирович путина в этом была явно не последний и и и и